Тема 852 Я ничего не имею против школы и обязанности руководителей класса держать постоянную связь с родителями, готовиться к праздникам, собирать деньги на ремонты, на подарки и т.п. Все это нужно. Но как у нас проходит собрание, об этом вспоминать невыносимо. Сидят 20 человек родителей. Сначала слушают классного руководителя или приглашенных учителей. Обычно со всем соглашаются. Не дай бог кто-то начнет что-то выяснять про своего оболтуса подробности. Все остальные 19 человек начинают понимать, что зря просиживают штаны. Затем наступает момент ха, когда родителям что-то нужно решить. Тут все как вода в рот набирают. Склоняют головы к партам, чтобы не дай бог его не выбрали, не назначили, не предложили. Либо отстраненно смотрят в окно, когда им все по барабану или просто мозги отключились. Два часа родители и учитель могут решать какую-нибудь элементарную проблему. Отправить детей в каникулы на экскурсию или на спектакль. Провести выпускной в кафе или в школе. И кто за это будет ответственным. Вопросы, которые при взаимном интересе можно было решить за 10 минут, решаются за долгие 1-5-2 часа. Для меня такие собрания просто невыносимы. Мне жаль впустую терять столько времени, учитывая еще время пути до школы и обратно. А ходить на собрание нужно обязательно. Я одно время отлынивала. Так учительница взяла привычку тех родителей, что не пришли на собрание во вторник в 18 часов вызывать к себе в класс в субботу в 12 дня. Что лично для меня гораздо хуже. При этом учителю по большому счету все равно, кто придет. Мать, отец, бабушка, дедушка, соседка или дядя Витя. Главное, чтобы он явился, получил информацию. Можно даже не слушать выступающих. Проголосовал и сдал деньги, когда и сколько надо. Почему бы действительно не отправить на собрание вместо себя дядю Витю. Создать из него этакое доверенное лицо. А чтобы это не выглядело формальностью. Обязать дядю Витю написать краткий конспект собрания. О чем говорили, что решали. Поскольку рублей собирали и кому сдавали. И если вместо меня все то же самое выслушает дядя Витя. Донесет до меня нужную информацию за 5 минут. Отсеяв ненужный мусор. И сдаст за меня деньги. С возмещением, конечно. То всем от этого будет только хорошо. Ходить на школьные собрания. Как отдельный бизнес, наверное, не пойдет. Не получится охватить вниманием такое большое количество родителей. Кто-то лучше сам сходит, чем деньги платить. Но как разовую услугу попробовать можно. Тем более, что аналогичные услуги уже существуют. Например, адвокаты, которые ходят вместо клиентов в суд или агенты по недвижимости. Которые берут на себя все хлопоты по покупке или продаже недвижимости. Или доверенные лица, которые по бумажке от нотариуса могут делать все за человека. Вплоть до оформления сделок по недвижимости и снятия денег с банковского счета. А чем хуже проблема необходимости посещения родительского собрания в школе. Если подумать отстраненно, то родительское собрание это очень большое затяжное видео. Которое насильно заставляют нас смотреть насильно. Потому что докладывающего нельзя выключить. И умные люди давно уже подсчитали, что лучше всего на YouTube. Смотрят видео не длиннее 3 минут. Поэтому продвинутые западные предприниматели вместе с видео на свою страницу обычно выкладывают текст видео. Либо краткий, либо полный. Потому что то, что содержится в двухчасовом виде, можно легко пробежать глазами за 5-10 минут без утери информации. Но с экономией времени. Я согласна получать информацию с родительского собрания в виде сжатого в несколько строк конспекта. Встретились, поговорили, решили и достаточно. Не знаю, как проходит собрание в западных школах. У них ведь там нельзя детей дома одних оставлять. Слышала недавно в одной телепередаче, что в Великобритании у одной мамочки забрали ребенка. Потому что она оставила его дома одного, а ей срочно нужно было выйти на работу, что-то там подписать. Судя по тому, что у них очень развита внутренняя переписка. А чем я узнала, когда писала идею многоразовые почтовые конверты, в которой женщина, мать сына школьника из Австралии, замучилась тратиться на покупку конвертов для переписки со школой. Они на собрание либо не ходят, либо эти собрания в школьной жизни не главные. В принципе, и у нас некоторые родители умудряются на собрание все-таки не ходить, несмотря на всеобщее осуждение и скрытую зависть. То есть это не смертельный грех. Так что средняя позиция, не ходить самому на родительское собрание, но послать на него вместо себя доверенное лицо, все же лучше, чем вообще не ходить. И вполне имеет право на жизнь. Вот только как эту услугу организовать. Вернее, организовать-то нетрудно. Нужно правильно донести ее до родителей и школьников. Можно просто дать объявление в газету или на авитору. Схожу вместо вас на родительское собрание в школу. Полный отчет, гарантированное участие в решении всех вопросов. Отстаивание вашей позиции в классе, либо пообщаться со знакомыми родителями школьников. Ведь у всех есть такие знакомые. И предложить им заняться посещением родительских собраний вместо них, если их это устроит. А дальше, сарафанной радио, визитки, связи. Как минимум, неплохая добавка к зарплате, пенсии. Тем более, что все школьные собрания обычно проходят в вечернее время, в свободной от основной работы большинства работающего населения нашей страны. Для активного грамотного человека, занятие в самый раз. Что из этого в дальнейшем может получиться? Пока не знаю. Может, какой-нибудь сервис личный помощник, который будет решать и прочие вопросы. Съездить в магазин и подобрать холодильник нужного размера и расцветки. Съездить в Ростелеком и разобраться, почему за интернет телевидение снимается сумма большая, чем прописано в договоре. Вернуть в магазин неподошедшую вещь. Записать человека к нужному врачу. Отвезти кошку к ветеринару. Погулять с собакой. Съездить, проверить, закрыл ли я гараж. Поискать подходящий подарок мужу на 23 февраля. Жене на 8 марта. Сделать несколько фотографий для публикации очередной статьи в блоге. Мне доводилось об этом просить других людей. Бытовых вопросов, которые хочется скинуть на чьи-то плечи, очень много. При этом у нас одни еще больше богатеют и становятся еще более занятыми, другие, наоборот, теряют работу, получают массу свободного времени и желания куда-то сбегать, сделать хорошее дело и получить за это деньги. Самое время соединить эти два любящих необходимых друг другу класса людей, потому что спрос не любит пустоты. Его обязательно нужно заполнить каким-то предложением. Субтитры сделал DimaTorzok